Всем огромный привет! Сегодня будет такой небольшой швейно-развлекательный вложик. Почему развлекательный? Потому что буду рассказывать и мало показывать, чтобы не быть слишком занудной. Вот я зимой купила на распродаже за буквально какие-то копейки в Масимодуте и в Заре несколько вещей, и некоторые из них требуют переделки. Некоторые, вот как вот эта вот юбка, требуют кардинальной переделки. Сейчас буду примерять и показывать и рассказывать, что я планирую в них переделать. Ну, первыми в переделку попадут вот такие брюки. Видите, они просто, не знаю на какой рост рассчитан, написаны на 179, у меня 167. И мне нужно определиться с их длиной. Такие брюки широкие, конечно, хорошо смотрятся на каблук, но так как каблук летом я носить не планирую, буду носить их где-то с какой-то, может быть, с кроссовками. В общем, в любом случае на низком ходу, поэтому мне нужно будет определиться с длиной. И просто я их подложу таким же вот образом. Много ткани, как и здесь, сделаю. Ну, следующий клиент на переделку, вот такая вот шикарная длинная летняя юбка в народном стиле. Это Масима Дути. Мне нравятся длинные юбки с крупным рисунком. Как-то мне казалось, она покороче. Сейчас какая-то очень даже длинная. Или это я стопталась за зиму? Не знаю, усохла. Вот. Значит, у этой юбки все замечательно, но у нее две крупные проблемы, которые я буду переделывать. Вот у нее здесь пояс на резинке, чтобы любая талия могла влезть и увеличились объемы продаж, но мне это не нравится. Я спарю вот этот пояс. Временно, конечно. Сделаю две вытачки впереди, сзади, уберу по бокам и пущу по шву потайную молнию, чтобы убрать вот этот лишний объем на животе, на бедрах. Это ни к чему. Да и смотрится он некрасиво, смотрится каким-то столбиком, а потом что-то там такое цыганское непонятное болтается. Придадим этой юбке А-образный силуэт и более выраженную и лаконичную форму. И вторая проблема. Видите? Не знаю, видно или не видно, но она очень сильно просвечивает. Нижнее белье. Какой бы цвет белья здесь не было, он очень сильно просвечивается. Я сюда пущу небольшой вот такой коротенький подъюбник, который подошел к поясу. То есть этот подъюбник будет индивидуально к этой юбке. И последний пациент. Это платье хлопок, очень тонкий хлопок. Можно даже сказать, ну нет, это не батист, но очень-очень тонкий легкий хлопок. Я его уже один раз одевала. Это Зара. Значит, во время носки выявила некоторые нюансы, которые я хочу устранить. Ну, во-первых, мне не нравится сама форма лифа. Вернее, то, как он сидит на фигуре. Я сделаю здесь небольшие выточки и сзади сделаю небольшие выточки. Полностью я юбку отпарывать не буду, потому что выточки будут очень маленькие. Но все равно они немножечко изменят сам силуэт платья. Придадут большей выразительности. Я хочу уйти от эффекта бабы на самоваре. Вот так вот, видите, вот так вот и похоже. Остался самовар. Только садиться на самовар, сесть, и будет все в норме. Не знаю, почему-то модельеры Зары и Массима Дути, да и многих других, предпочитают одежду без выточек. И девушкам с формами, таким как я, очень сложно у них одеваться. Потому что если по груди нормально, то вот здесь вот в талии и в прочих вещах, местах будет все болтаться некрасиво, как на мешок на кале каком-то. В общем, мне непонятна позиция дизайнеров Зары и Массима Дути, потому что даже если сделать выточки, вот посмотрите, там и там, то по длине вот этого волана, по окружности этого волана уйдет меньше ткани. Соответственно, и по второму волану уйдет меньше ткани. В чем здесь экономия, то, что они не делают выточки, я не понимаю. Если кто-то знает секрет дизайнеров Зары и Массима Дути и прочих, расскажите мне. Я уже несколько лет мучаюсь, не знаю, в чем здесь секрет. Так, и второе. Здесь рукав, 7 восьмых, наверное, да. И в жаркие дни как-то хочется его поднять, я его подворачиваю. Я в прошлом году его одевала в Турции. Подворачиваю, все замечательно, но в процессе носки рукав постоянно сползает, приходится подворачивать, в общем, какие-то лишние телодвижения, лишние заботы. И я здесь пришью погончик небольшой снизу, который будет здесь на пуговичке крепиться, чтобы держался рукав. Ну, в принципе, вот с платьем все. И можно будет носить его в удовольствие. Ну что ж, приступим. Подложила брюки по аналогии того, как и было. Здесь дала внизу 3,5 где-то сантиметра. И обработала декоративной строчкой, декоративным шагом. Немножко больше, чем средний. Ну, в два раза. 35 ниточки, если кому интересно. Вот так сзади выглядит. С изнаночной стороны. Вот так лицевая. И вот какую длину я выбрала для этих брюк, для низкого каблука. Максимально длинную. Ну, еще, в принципе, если немножко приподнять к талии, они будут еще более комфортны. Но они и так не касаются пола. Можно носить на низком каблуке. Удобно. Ткань легко драпируется. Очень легко мнется, к сожалению. Но она сама по себе немножко такой имеет эффект сжатости. Поэтому, как бы, выглаживать не надо ее особо. И так же и на каблуке. Посмотрите, достаточно хорошо смотрится. Наполовину закрывается каблук. Конечно, на каблуке такие брюки смотрятся более эффектно. Они удлиняют ногу. В принципе, они и рассчитаны, такие брюки на каблук. Но мне нравится, что они очень хорошо драпируются. Очень легкие. Хотя ткань плотная. Это я не помню, что это за ткань. В общем, еще бы похудеть немножко. Было бы вообще замечательно. Вот так. Самая простая переделка. Это эти брюки. Сделала выточки. Небольшие выточки впереди. Чуть больше выточка длиннее. И больше выточка сзади. И немножко по бокам. Убрала абсолютно чуть-чуть. Буквально тут каких-то здесь полсантиметра. Здесь, наверное, может сантиметр или полтора. Общие сложности. И здесь до сантиметра сделала выточку по ширине. Для того, чтобы можно было влезть в это платье. Так как ткань абсолютно без стрейча. То тут уже надо смотреть, чтобы можно было в него влезть. Ну, сделала рукавчик, как хотела. Но я сделала максимально узкий погончик. Потому что, видите, чтобы он не очень сильно бросался в глаза. Потому что он отличается немножко по цвету от черного цвета, который идет на платье. На платье он черный с синевой. И более тонкая ткань. Я выбирала уже как можно более тонкую ткань, чтобы было в наличии в магазине. И было только натурально черный цвет. Но ничего страшного. Свою функцию он выполнять будет. Будет бросаться в глаза, я думаю, сильно он не будет. Но в любом случае его можно отстегнуть. Вот таким образом. Опустить и опустить рукав. Будет видна только пуговичка небольшая. И все. Ну и мне кажется, конечно, здесь крупный рисунок. И очень сложно, тем более я кручусь туда-сюда, очень сложно уловить, насколько уменьшился силуэт. Но мне кажется, что силуэт мой стал немножко более четким, насколько это возможно в этом платье. Вот как оно было до. И вот как оно сейчас смотрится. Ну и погончики служат свою службу. Сколько я здесь постояла, рукав уже опустился. Вот они удерживают. Это облегчит мне будущую жизнь летом. Ну и юбка. Самая такая глобальная работа у меня была. Значит, я вставила потайную молнию. Надо еще разгладить. Подняла немножечко кокетку, если можно так сказать, первую часть юбки, чтобы более укоротила ее, чтобы смотрелось на мне более логично, потому что юбка не моей длины все-таки была. И вот эта часть была ниже бедер, и она смотрелась непропорционально. Удлиняла тело. Ну и пустила простой здесь, продублировала пояс, и пришила пояс. Ну и здесь я сделала выточки небольшие и убрала по бокам. Говорила я, что буду делать подъюбник, но передумала. Расскажу почему. Ну и вот как она села по фигуре с выточками с поясом. Немножечко я, видите, по бедрам немножко дала выше. Она стала логичнее смотреться и не так тащиться по полу, потому что это, конечно же, был не мой рост. Вот. Вот. Естественно, здесь все сидит лаконично, насколько это можно для моей фигуры. Но в любом случае лучше, чем было. Вот как это выглядело. И вот как это выглядит сейчас. Носить, конечно, я планирую ее не с этой майкой, но с чем-нибудь подберу что-нибудь. Так, по-быстренькому показать. Одела ее. И почему я не сделала подъюбник? Когда я собиралась его делать, я вам рассказывала. Была еще нормальная температура на улице. Вот. На следующий день пришло к нам настоящее лето. Я поняла, что зачем я буду сама себя ограничивать и вшивать сюда этот подъюбник. И лучше я его сошью отдельно. Так юбка будет более универсальная. В жаркую погоду, допустим, на отдыхе где-то. То, что будет просвечивать купальник или там нижнее белье немножко, не так уже это и критично. Поэтому подъюбник здесь будет отдельный, хотите, в городе. А на отдыхе и так хорошо. Очень нравится мне эта юбка. Если еще учитывать ту цену, которую я за нее заплатила, по-моему, порядка что-то 25 долларов она стоила. Если покупать ткань, ткань обойдется дороже на этот метраж ткани. А так быстренько переделал и отлично. Ну вот такое небольшое отступление от серьезных тем на нашем канале. Легкое швейное видео. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, тоже ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока и до новых серьезных идей.